Мечные народы незламной Украины. 37 эвакуированы из Азовстали, 12 гражданские. Есть среди освобожденных и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны. Мы ни о ком из наших не забываем. Всех должны вернуть. И вернем. Наша команда, которая занимается обменами, продолжает эту работу. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Лубенец и другие. Я благодарю всех, причастных к этому успеху, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен. Чем больше российских пленных будет у нас, тем быстрее мы сможем освободить наших героев. Об этом должен помнить каждый воин, каждый командир на передовой. В течение всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все же удалось попасть сегодня. В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским шахидам. Парень и беременная девушка на шестом месяце. Владимир Путин может записать себе очередное достижение – убил еще одну беременную женщину. В общей сложности четыре человека убиты только этим шахидам. Были и другие попадания. Более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром. Вечная память всем жертвам российского террора. Просто сейчас происходит новая российская атака дронами. Часть сбили. Мир может и должен остановить этот террор. Когда мы говорим о потребности Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, мы говорим о реальных жизнях, которые уносят террористы. Нам удается сбивать часть ракет и дронов. Только за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских шахидов и несколько крылатых ракет. Но чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами таких систем. И это не только украинский интерес. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война. У России нет шансов на поле боя. Она пытается террором перекрыть свои военные поражения. Для чего ей террор? Чтобы давить. Давить на нас, на Европу, на весь мир. Террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду одинаково, эффективно. И на русский террор подействует также. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего другого, как думать о мире. И я благодарю всех наших бойцов воздушных сил, зенитчиков, других воинов, которые вовлечены в противодействие российским атакам. Каждая сбитая российская ракета и каждый уничтоженный дрон – это спасенные жизни. Благодарю также всех, кто привлечен к ликвидации последствий ударов террористов – наших спасателей, полицейских, врачей, энергетиков, коммунальщиков, руководителей местного самоуправления, чиновников и представителей бизнеса, кто помогает. Сегодняшний российский обстрел ракетами и дронами тоже привел к новым перебоям с электричеством, но это исправляется. Восстановительные работы продолжаются. Такая форма террора не даст России ничего даже сейчас, когда у нас еще нет достаточного количества систем ПВО и ПРО. Но для этого наше единство должно быть и дальше максимальным. Учитывайте, пожалуйста, просьбу энергетиков и сознательно потребляйте электричество в часы пиковой нагрузки на энергосистему. Это позволит всей стране пройти этот период более стабильно. Помогайте местным общинам ликвидировать последствия террористических ударов, если у вашего бизнеса есть такая возможность. Заботьтесь, пожалуйста, о тех своих знакомых и соседях, которые остаются наедине и нуждаются во внимании или помощи, в частности, о стариках. И обязательно благодарите тех, кто привлечен к защите нашего государства и ликвидации последствий ударов террористов, кто поддерживает нормальную жизнь, несмотря на любые попытки России ее сломать. «Наше с вами единство, наше с вами внимание друг к другу, наша с вами способность бороться и работать вместе ради общих интересов – это гарантия украинской победы и поражения террористов. Нет в Иране или где-нибудь такого оружия, что может сломать народ, который осознает, за что воюет и чего никогда не простит врагу». Говорил сегодня с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Поблагодарил за поддержку Украины, в том числе на уровне ООН и других международных организаций. Предметно обсудили созданную Россией угрозу глобальной продовольственной безопасности. Я заверил господина президента, что Украина может и будет оставаться гарантом продовольственной, а значит и социальной стабильности всех наших партнеров. Готовимся к важным переговорам, которые запланированы на этой и следующей неделе о дальнейшей оборонной и финансовой поддержке нашей страны. Сделаем все для победы Украины. Вечная слава всем нашим воинам. Вечная слава нашему крепкому народу. Слава Украине!